Зелёный театр Зелёный куратором киносекции Зелёного театра. Здравствуйте! Но первый вопрос у меня всё-таки к Сергею. Какие основные такие вехи в этом году были? Какие знаковые моменты? Кто наиболее интересные гости? Чем театр жил? Арены нас ещё не называли, пожалуй. Вообще, учитывая, что форма такая вот сферическая, то, в принципе, правомерно называть Арены. Нет, геометрически, правомерно, да. Но хотелось бы, с самого начала мы преследовали такую цель, что мы были немножко, чуть-чуть про другое. Не только площадка для концертов, для мероприятий, то, о чём вы говорили, а место, куда действительно любят приходить, вне зависимости от того, что там происходит, в утренние и дневные часы. Мне кажется, что это можно назвать, наверное, одним из наиболее основным фактором того, чего мы добились в этом году. Это было в прошлом году, но в этом сезон показал, что мы на правильном пути, в том, что Зелёный театр – это то место, которое одесситы любят. Зелёный театр – не только площадка для мероприятий, уж совсем не только концертная площадка. Мы стремились сделать такое место, куда одесситы будут приходить утром, днём, вечером, в те дни, когда там нет мероприятий. И мне кажется, что этого нам удалось достичь. Газоны, фудкорт, милые кофейни, песочницы, детские зоны – это всё то, что полюбилось горожанами. И это, наверное, даже более важно, чем то, что проходило там по вечерам. Но имена концертов и мероприятий, они тоже были громкие. Наверное, Ольга про них расскажет. Наверное, да, конечно, расскажу. Действительно, у нас в этом году было много значимых имён. Было много артистов, которые впервые оказались в Одессе. Например, не впервые, но так точно не часто к нам приезжает театр на Таганке и Вениамин Смехов. Кроме того, в этом году мы стали полноправной официальной площадкой Одесского международного кинофестиваля. И во время кинофестиваля все вечерние показы, которые раньше проходили на Лонжероновском спуске, были в Зелёном театре. Что приятно, потому что у нас гораздо лучше, чем просто на ступеньках, как ни крути. Андрей Смирнов у нас был в том числе в мае. Он как раз впервые оказался в Одессе. По старой уже, можно сказать, по дружбе к нам вновь приезжал Сергей Жадан с презентацией своего нового романа «Интернат». Это было совсем недавно, в сентябре. И на своё выступление он собрал 700 одесситов, что очень приятно. В том году у вас тоже были знаковые личности. Я лично присутствовал, когда был Лейсподор-Рывьянский. И вы уже получили определенную известность как площадка. И насколько в этом году проще вести переговоры с такими людьми, которые действительно имеют вес, имеют большой интерес, вызывают в нашем обществе? В Украине, мне кажется, почти не осталось культурных деятелей. В Киеве, кто бы не знал о нас. На самом деле, даже если впервые ты кому-то рассказываешь, то выясняется, что они слышали от своих друзей, от своих коллег, которые у нас уже выступали. И это очень приятно, потому что, когда, предположим, кинокритик Андрей Алфёров, который очень часто был у нас в прошлом году, в этом году он был очень сильно занят другими проектами, не смог приехать с таким же объемом работы. Но он рассказывал всем своим друзьям-киношникам о том, как замечательно в Одессе в Зелёном театре. Сергей, вот концептуально Зелёный театр – это такая летняя арена. Не планируете ли, скажем, проводить там какие-то мероприятия, когда действительно холодно? Ну и соответствующая инфраструктура, чтобы, допустим, как-то утеплять, я не знаю, частично может накрыть? Нет ли вот таких глобальных планов? Как немножко изменить концепцию? Ну, прям сейчас планов таких нет. Ну, в отличие от прошлого года, и так мы в году 2017 работаем 6, даже будет в итоге чуть больше, чем 6 месяцев. То есть в прошлый первый сезон мы работали 4 месяца. Сейчас в итоге мы застали разную погоду, и тёплую летнюю, и холодную осеннюю, весеннюю и так далее. Вот сейчас мы, собственно, до сих пор работаем. Театр открыт, погода другая, интересы у людей другие уже нет, загорающих людей, но всё равно приходят дети более теплоодетые в шапках, шарфах родителей, всё равно находят тебе чем заняться. Уже не холодное или младное мороженое, уже кофе. Но всё равно это не зима. Всё равно зимой это всё выглядит немножко иначе, и пока плана становиться полноценной зимней площадкой всё-таки нет. Сергей, лучший вечер вот этого года. Я не прошу оценивать, я не прошу оценивать, собственно, вашего гостя, но вот наиболее удачный со всех точек зрения. И зрительский интерес, и организация, и вот содержание выступления. Сложно сказать. Я знаю лучшие дни этого года. Это точно, и хай. Да, нет, ну смотрите. Да, во-первых, то, что сказала Ольга, конечно, она знает про детские дни, кое-как было три. И это было такое особенное три мероприятия, в отличие от уже прошлого сезона. Это были большие детские фестивали, которых ни мы ранее не проводили, никто, в принципе, в Одессе ранее не проводил. Полноценный, огромный, на несколько тысяч пришедших детей фестиваль. Нельзя, наверное, сказать, что это вот что-то наиболее стопроцентно успешное в рамках театра. То есть в этом плане, наверное, самым удачным был день открытия театра, когда мы понимаем, что вот мы его открыли в том формате, в том виде, в котором мы хотели, что театр стал красивее, ухоженнее, лучше по сравнению с прошлыми сезонами. У нас есть еще как минимум шесть месяцев сезона грядущего, где мы хотим воплотить все, что задумано. Так оно и вышло. То есть мы открылись большим фестивалем, это было громко-красиво. И далее не раз делали что-то, наверное, еще более громкое, еще более красивое. Там уже на любителя. Кому фестиваль, кому музыка, кому наоборот спокойный душевный вечер. Когда вокруг нет этих огромных толп людей, можно просто где-то здесь посидеть на скамейке или в каком-то окромном месте выпить чай, кофе. Для кого-то это лучший вечер. Мы подводим итоги сезона, но тем не менее формально, я знаю, сезон еще не закрылся. Завтра, 14 октября, у нас будет официальное закрытие в Зеленом театре. Расскажите немножко об этом мероприятии, что планируется, и можете, пользуясь случаем, пригласить одесситов. Ольга? Да, это было бы очень здорово, пригласить одесситов. И мы это делаем постоянно. С большой радостью всех друзей Зеленого еще раз приглашаем. Зеленый театр, в 15.00, где начнется в это время, я не побоюсь этого слова, торжественная церемония прощания с сезоном 2017 года. Мы подготовили много разных активностей. Можно будет оставить пожелания Зеленому театру, можно будет оставить конструктивные пожелания и написать, кого именно вы хотели бы видеть в следующем году. Назвать любимого артиста или группу. И кто знает, возможно, в наших силах это действительно сделать. Таким образом мы хотим узнать из ожидания одесситов. А также у нас будет выступать духовой оркестр детской консерватории. И кроме этого будет множество различных активностей для детей. Это будет рисование, будут какие-то научные опыты, чтобы дети, пока взрослые, слушают музыку, были чем-то заняты. Будет большое фото с коптера. Вот прям все-все-все смогут себя потом отметить на этой фотографии. И завершающий финальный салют. Вот если немножко остановиться на пожеланиях, у нас одесситы любят такие фишки, да и гости города. В принципе, наверняка их будет достаточно большой объем. Кто их будет обрабатывать все? Мы с Сергеем, конечно, мы с нашей командой соберемся и пытаемся выяснить, что из этого действительно реально. Возможно, мы не знаем о каких-то тайных желаниях одесситов. На самом деле это не такая уж новость. То есть у нас же есть соцсети, где одесситы более чем интенсивно высказывают свои пожелания. У нас есть, собственно, сам театр, куда люди приходят. Это количество пожеланий, количество каких-то совершенно диких, более чем странных пожеланий огромное. Но среди этого бывает, да, действительно, то, что мы потом воплощаем в жизнь что-то, в чем мы не были изначально уверены, стоит ли это, задеет ли это здесь. И после того, как люди очередной скажут, что мы хотим такое-то... Это касается не только конкретного какого-то исполнителя, да, или что-то в форматах, о каком-то зонировании театра, что-то нам бы хотелось, чтобы мы здесь сделали еще это, это. Поэтому мы на связи с посетителями театра. Вот это просто будет очередной такой милый, красивый момент на закрытии, когда они смогут чего-то такое нам пожелать. Ну и в связи с этим давайте все-таки немножко тоже остановимся на ваших планах на будущий сезон, да. Есть какие-то наработки, может, приоткроете немножко нам завесу. Переоткроем? Переоткрывай. Планы есть, конечно, работа. Наверное, хочется надеяться, что она начнется на следующий день, после того, как мы торжественное закрытие проведем. Люди выйдут из театра, и мы там сможем все это обрабатывать, их желания, свои планы и так далее. Мне кажется, я надеюсь, ни одному мне кажется, что формат театра и то, что было в нем в этом году, это довольно удачный формат и удачное мероприятие. Что меня что-то кардинально не стоит. Все, что мы хотели провести, наверное, мы провели. И, очевидно, есть по самому территории, по самому пространству, куда расти, что улучшать, что увеличивать. Я не думал, что это так интересно, что прямо на этом останавливаться в эфире. Но то, что пространство будет лучше, чем в этом году, а в этом оно стало явно лучше, чем в прошлом, это факт. По мероприятиям планы есть, посмотрим, какие планы есть у людей. То, что будет интересно, это точно. Сохраним интригу, да? Я вас благодарю за интересный эфир, за то, что вы пришли к нам в студию. Спасибо. Спасибо. Я напомню, у нас в гостях были Сергей Равинский, директор Зеленого театра и Ольга Сидорушкина, куратор киносекции Зеленого театра. Студию провел Константин Гречан. И оставайтесь на репортере.